Почему сорта сладких томатов вырастают с кислинкой? Секреты сладких томатов. Томаты выращивают все огородники и каждый из нас мечтает вырастить сладкие, буквально сахарные томаты. Секреты выращивания вкусных сладких томатов не сложные и их немного. Конечно, в первую очередь это зависит от сорта, но не всегда виноват сорт. От гибридов сладости вы не дождетесь, ведь их главным образом выводят для большего урожая и отличного товарного вида. А вот вкус чуть ли не на последнем месте. Только не подумайте, что я призываю отказаться от гибридов и среди них есть отличные сорта. По-настоящему сладкие томаты именно с помидорным вкусом и запахом это салатные сорта. Их не консервируют, они плохо хранятся, но зато соки и салаты из них очень хороши на вкус. Так как же их вырастить? Томатам нужны витамины и это должна быть минералка. Да, многие против нее стараются использовать только натуральные, но нам ведь нужна не пышная ботва, а сладкие томаты. А для этого нужен фосфор, калий, азот и лучше в равных долях, они повышают уровень сахара в томатах. Лучше всего подойдет дешевая и популярная нитроамофоска. Достаточно подкормить ей первый раз через две недели после исходов, второй на третий день после пересадки на основное место и при начале цветения. Вот и все, больше не требуется. А в перерывах можно использовать древесную золу, настой коровика или птичьего помета, зеленые удобрения. Чтобы повысить сладость в период плодоношения, подкормите растения 1 столовая ложка и 1 стакан золы на 10 литров воды и по пол-литра под каждый куст. На сладость влияет и солнечный свет, не будет света, не будет и сладких томатов. А значит что? Грядки располагаем на хорошо освещенном месте, где света будет достаточно. Сладость зависит и от полива, он должен быть в меру. Для лучшего эффекта поливаем не часто, но обильно. Если влаги будет много, плоды станут водянистыми и не сладкими. Поливаем только отстойной и желательно теплой водой. В воду при поливе можно добавлять немного раствора коровика, травы, 4 капли йода на ведро воды или борную кислоту. А в момент цветения полейте раствором марганцовки 3 грамма на 10 литров воды и тогда томаты вас приятно удивят. И если соседом томатов будет базилик, плоды станут необычайно сладкими. Так что не стоит надеяться только на сорт, вкус томатов зависит и от вас. Настоящую сладость вы получите только при правильном уходе. Вкусного вам урожая и сладких томатов. Удачи! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал и вы узнаете много нового и интересного.